Святитель Иоанн Златоуст говорит нам о том, как можно обрести Господа. Будем искать Бога, ищите и найдете. Евангелие от Матфея, 7 глава, 7 стих. Сказал нам Господь, и как можно обрести Господа? Вспомни, как отыскивается золото с великим трудом. В день скорби моей ищу Бога, говорит псалмопевец. Продолжает рука моя, простерта ночью и не опускается. Псалом 76, 3 стих. Как мы ищем потерянное? Как будем искать и Бога? При искании чего-нибудь не устремляем ли мы ум всей? Не расспрашиваем ли всех? Не предпринимаем ли путешествия? Не обещаем ли денег? Положим, у нас потерялся сын. Чего мы тогда только не делаем? Какой ни проходим с суши, какого моря? Не считаем ли денег и домов, и всего другого маловажного? Его отыскивая. И если находим, то удерживаем, принимая. В объятия не отпускаем от себя. Если, желая что-нибудь, мы употребляем все меры к тому, чтобы найти желаемое. То не тем ли более касательно Бога нам следует поступать так. Как при отыскивании чего-нибудь необходимого. Или лучше сказать, не так, а гораздо и более. Но так как мы немощны, то будем искать Бога, по крайней мере, так, как мы ищем свои деньги или сына. Не предпринимаешь ли ты для этого путешествий? Не путешествовал ли ты когда-нибудь для денег? Не изобретаешь ли всех тому других средств? И когда найдешь, не бываешь ли тогда и весел? Ищите, сказано, и найдете. Искание требует многих забот, особенно касательно Бога. Ибо при этом встречается много и препятствий, много недоразумений, много такого, что поражает наше чувство. Как Солнце, хотя само по себе ясно является взором всех, так что нам нет нужды искать его. Но если мы закопаем себя в землю и со всех сторон закроем себя, то потребуется много труда, чтобы нам увидеть это Солнце. Так и здесь. Если мы закопаем себя в глубину порочных пожеланий и во мрак страстей и дел житейских, то с трудом можем взглянуть, с трудом можем поднять голову. Зарытый в глубину, чем выше будет смотреть, тем более приближаться к Солнцу. Отряхнем же и мы себя прах, рассеем окружающую нас в мглу. Она густа, непроницаема и не позволяет нам смотреть вверх. А как, скажешь, мы можем разогнать это облако, если будем привлекать к себе лучи духовного Солнца? Солнца правды, если будем воздевать руки к небу, воздеяние, говорит нам псалмопевец, рук моих как жертва вечерняя. Псалом 140, 2 стих. Если с руками будем устремлять к горе и ум. Я знаю многих мужей, которые почти отделились от земли, беспрестанно воздевают руки, скорбят, что невозможно подняться еще выше и молятся с таким усердием. Желаю, чтобы и вы были такими же всегда, если же не всегда, то часто, если же не часто, то хотя иногда, хотя по утрам, хотя по вечерам. Неужели, скажи мне, ты не можешь воздевать рук? Воздевай, по крайней мере, ум, сколько хочешь. Воздевай его до самого неба. Если бы ты захотел достигнуть самой вершины и, поднявшись еще выше, там шествовать, и это возможно для тебя. На шум легче и парит выше всякой птицы. А когда он получит еще и благодать духа, о, как тогда он быстр, как стремителен, как перелетает через все, как неохотно спускается вниз и падает на землю. Мы устроим себе такие крылья, на них мы в состоянии будем перелететь и в бурное море, настоящее из жизни сей. Быстрейшие из птиц в короткое время безвредно перелетают через горы и холмы, моря и утесы. Таков и ум наш. Когда он бывает окрылен, когда оставляешь все житейское, тогда ничто не может удержать его. Тогда он выше всего и даже разженных стрел дьявола. О, дьявол, не такой искусный стрелок, чтобы мог достигнуть до этой высоты. Но что? Он бросает стрелы, потому что бесстыден. Но они не достигают цели. Стрела возвращается к нему без успеха. И не только без успеха, но и на его собственную голову. Потому что, будучи брошенной им, она непременно должна поразить кого-нибудь. Как стрела, брошенная людьми. Или поражает то, во что брошено птицу, стену, одежду, дерево. Или рассекает воздух. Так и стрела дьявола непременно должна поразить кого-то. Если она не поразила того, в кого брошено, то непременно поражает бросившего. Из многих примеров можно убедиться, что когда ею не поражаемся мы, то непременно поражается дьявол. Так, например, он строил козни Иову. И его не поразил. А сам был поражен. Злоумышлял против Павла. И его не поразил. А сам был поражен. И везде можно видеть это. Если мы будем внимательны. Когда он поражает, тогда сам терпит поражение. А тем более, когда мы, вооружившись и оградив себя против него мечом и щитом веры, тщательно наблюдаем, чтобы не быть уловленными им. Стрела дьявола есть порочное пожелание. В особенности гнев есть огонь. Есть пламень, который схватывает, умершляет, сожигает. Но мы будем гасить его долготерпением, воздержанием. Как раскаленное железо, будучи опущено в воду, теряет жар свой, так и гнев. Попав в душу человека, долготерпеливого, нисколько не вредит ему. А напротив, приносит пользу, так что он становится еще крепче. Ничто не может равняться с долготерпением. Такой человек никогда не оскорбляется, но как адамантовые тела не терпят вреда, так и души от этих стрел. Долготерпеливый, высок и так высок, что стрела не достигает до него. Когда кто выходит из себя, ты смейся. Смейся, впрочем, не явно, чтобы не раздражать его еще более, но смейся в душе про себя. Над детьми, когда они ударяют нас с гневом, как бы желают омстить, мы смеемся. Так и над ним, если ты будешь смеяться, то между тобой и им будет такое же различие, как между детятей и мужем. Если же станешь огорчаться, то будешь детятей, ибо гневающейся безрассудни детей. Скажи мне, когда кто видит, что дитя выходит из себя, то не смеется ли? То же бывает и с гневающимся. Они и малодушны, а если малодушны, то и безрассудны. Слово Божие говорит, раздражительный, премудрый, говорит нам, выказывает глупость. Он беззасудное дитя, а у терпеливого человека много разума. Притча 14, 29 стих. Будем же приобретать это долготерпение, от которого происходит сохраняющих его великое благоразумие, дабы нам сподобиться обетованных благ. 22-я беседа на послание к евреям. Слава Господу нашему, Валерий Кур. Аминь. Продолжение следует...